Студия «Позитив» и компания «Браво» представляют Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Гангат-гат, городок» Послушайте, мы понимаем, в воскресенье, в десять часов вечера, но все-таки... Друзья, наш любимый тост. Выпьем за... За, так сказать... Как говорится... За то, что просто хочется выпить прекрасный тост. Выпьем за... Или тосты нашего городка. У нас пили всегда. Да, ну, как бы не просто. Нет, ну пьют за что? За любовь, за друзей. За любовь, за друзей, за здоровье. За здоровье, со свиданницами и на пассажах. Да, но в нашем городке чаще всего все-таки пьют за деньги. Причем чаще всего пьют за чужие деньги. Наш тост за чужие деньги. То есть за твои. Слушай, какая у тебя тачка классная, а? Ты обыкновенная нормальная тачка. Ну да. Нормальная тачка, нормальная. При моей работе, ты знаешь, без нормальной тачки никуда. Я вот о такой всю жизнь мечтал. Даже во сне снилось, представляешь? Ну, у меня же вообще тачки нет. Ну, что ты раскулился? Что ты раскулишь? Ну, будет у тебя такая, будет у тебя круче. Да нет. Есть круче, ой, есть такие. Ты же начинаешь только. Да нет, да что ты, я просто, я не потяну. Что это ты не потянешь? Ну, силы уже не те. А теперь давайте выпьем за удачу. За то, чтобы там пореже пришлось переносить удары судьбы. Особенно, если эти удары приходятся ниже пояса. Доктор, а я теперь в футбол играть смогу. Я вообще жить буду. Футбол-то? Футбол-то сможешь, конечно. А вот жить вряд ли. Ну, за деньги мы уже пили, давай выпьем за любовь. За деньги? Нет, за любовь. За деньги. А, ну, давай тогда выпьем за любовь, за деньги. Ну, да, я слушаю вас. Ну, да. Да, старшестый номер, да, я слушаю вас. Конечно, я, я все поняла, родной. Будет хорошая девушка, конечно. А? Экзотическая. Ох, я понимаю, я понимаю. Ну, подождите немножечко. Эдик. Попал. 106-й номер. Угу. У тебя на обслуживании. Угу. Очень серьезный человек. Так. Иностранец. Он хочет хорошо провести вечер, просит на ночь, просит на ночь что-то, ну, ты понимаешь, и такое экзотическое. Ну, Павел Павлович, желание клиента для нас закон. Я пошел за человеком. 106-й. 106-й, это я. Да, и скоро. О, какая экзотика. Угу. Так. Ну, ты все помнишь? Конечно. Что он хочет? Все хочет, знаю, что хочет. Ну, что хочет он, как Кирилл? Экзотику. Экзотику, только побольше. Экзотики. Побольше. Давай, козел, стучи уже. Все, стучи. Акзотики, а мой господин. О, нах, 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 нах. А-а-а-а! Шайтановые люди, паразиты. Я вас что просил мне привезти? Я экзотика просил привезти. Экзотика. Тьфу на вас. Выпьем за санитаров нашего городка. За тех, кто подбирает то, что плохо лежит. То есть за работников медвотрезвителя. Тьфу на вас. Я тут поздно вчера выхожу из дома. Так? Смотрю, лежит кошелек. Пухлый такой, знаешь. Я так к нему потянулся, и он прыг. Я опять потянулся, он говорит, прыг. Смотрю, пацан соседский, паразит. Так он за ниточкой. Да, за веревочкой его дергает. Да ладно, ну и что ты заводишься. Мы все в детстве так делали. Да, вчера опять выхожу из дома, смотрю, уже у подъезда прямо лежит пистолет Макарова. Представляешь? Пушка. Пушка. Ну, я думаю, мне премия уже точняк обеспечена. И только я за него так ручкой, он опять прыг. Ну и кто это? Он же. Этот пацан. Гаденыш, мамы. Подлец. Опа. Саня, Саня, ну-ка стой. Все. Клиент. Пошли. Алло, давай, вставай, давай. Вставай, я сказал. Вставай. Ну, это вам. Реклама. И все. Билет я тебе купил. Ну, а что ты? Завтра полетишь? Ну, а что быстро? Я бы завтра, завтра. Я бы завтра. А, нет, послезавтра. Что тебе еще два дня здесь делать? Ну, я бы посмотрел. Ну, ладно. Завтра хороший самолет. Молодец. Что такое? Запах пота? Да нет. Твой дезодорант из Кирсона. Дезодорант из Кирсона заменяет запах пота. Полетишь завтра. Выпьем за или тосты нашего городка. Скажи, а кого ты больше всего любишь? Людей. Всех. Уже всех. Ну, тогда давай теперь выпьем за жизнь всех людей. За жизнь всех людей. Угу. Замечательно. Жизовы. Жизнь замечательных людей. Великие ученые Никола Коперник и Галилео Галилей жили в разные времена, но по выходным любили встретиться и поболтать за кружкой пива. Ну что, Коля? За науку? Давай. За нее. А что там у нас новенького? Она круглая. Плоская. Да какая же она плоская-то? Да круглая она, круглая. Круглая. Плоская. Да что вы мне говорите, что она плоская? Какая же она плоская? Круглая она, а не плоская. Плоская. А я говорю, круглая. А я говорю, плоская. Круглая. Плоская. А-а-а, я все понял. Она же вертится. Замечательного русско-немецкого офицера, штандартного фюрера СС полковника Исаева Штирлица часто одолевала ностальгия. Особенно он тосковал по теще. Бывая на родине, в первую очередь он спешил именно к ней. Шел всегда, как на праздник. Кто цветочки подарит. Ну, здравствуйте. Маргарита Адольфовна. Кто оградку поправит. Замечательный знаток нечеловеческой музыки Вэй Ленин готовился к Октябрьской революции. Очень хорошо, товарищ контроль. Очень хорошо. Ну, вы как хотите, Владимир Ильича. Балтсовет рекомендовал вам взять с собой наган. Фух. Нет, батенька, спасибо. Но как гвоздь мирового пролетариата я предпочитаю оружие пролетариата. У вас булыжничка не найдется, товарищ? А вот ушки, случайно и найдется. А лучше два. Лучше два. А зачем? Как зачем? Первый для жандармов, а второй... Для казаков. Нет, батенька, второй. Несколько не отобьюсь для себя. Ха-ха-ха-ха. Для такого дела, Владимир Вы наш, Ильич, и булыжненько не жалко. Ха-ха-ха. Слушай, а сколько ты вообще можешь выпить? Хм, хм. Ну, это... Это зависит от компании. Ну, если это очень хорошая компания. Хорошая? Ну, какая хорошая? Ну, например, Браво. Хм. Это очень много. Браво. За хорошую компанию. О-о-о. Спонсор программы «Городок» компания «Браво». Палеста. Спасибо. А давай сейчас выпьем за детей. Ты против детей. Ничего не имеешь? Против детей? С собой ничего. Да нет. Я говорю, давай выпьем за детей, чтобы у них всё было, как в сказке. Нет. Просто, чтобы у них всё было. Всё. Однажды солнечный куделёк заварзил на буховой задрыжке рассяхин балабас. Всех не заплюх, вознюков, шалашек и сказал. Ну, курнявы и посяхи. К сюзякому козеленью мы шаймашки бухниваем чучевальную лужавейку. Блюхи шаймашни струячат. Шурлявки шаймашни бусякают. Сюсяки не впугачат. Бабай Халянович, а вот до гуськи нам зенькать, вот эти шлиндры-то потяпки-то. И я, и я сегодня барыдкаю всем шаймашни за плюхом, что есть из базякиного кунделька. Сюсяки шаймашни застрякают. А я, я затырю свою правую тютю по бландырку. Ущаяна, разбрякает шаймаш мою тютю. Зюдю! Ты маешь? Послушали не за плюхи балабаса. И земка захрюндели. И вся страна улыбнулась. Выпьем за искусство. Ведь искусство, как и водка, принадлежит народу. Продолжение следует... Художник Алексий Леонов. Космический мусор. Слушай, а сколько вы уже выпили? Ну, это же ужас. Ужас. Мама, купи вот эту тетю. Что сделать? Купи вот эту тетю. Женечка, это же живая тетя. Она не продается. А вот эту. Что? Тетю. Что сделать? Купить. Как это можно купить? Живую тетю. Тетю, с позволения. Ну, тогда я в следующий раз опять с папой пойду гулять. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Господи, почему у меня такая черная кожа? О, это потому, сын мой, что в Африке знойное и парящее солнце, белая кожа, сколи-коли-коли, поэтому людей черная кожа в Африке. Почему у меня такие жесткие и курчавые волосы, Господи? А потому, сын мой, что только такие волосы выдерживают вес человеческого тела и не мешают лазать по лианам и карабкаться по пальмам. Именно поэтому такие волосы у людей в Африке. Господи, ёлы-палы, ну почему я тогда родился в Саратове? Добрый день. Здравствуйте. А где больше животное? Видите ли, а я по поводу вызова на дому. А что делать? Ну, такая очень деликатная история. Дело в том, что у меня есть кошечка. Да. Приблизительно 7 лет. Да. И, вы знаете, она не бывает на улице. Она просто никогда там не была. А что, ты больная же? Нет, я не выпускаю её, но она при этом раз в полгода приносит котят. Ну, как это может быть? Ну, так. То есть, на улице она не бывает и котят приносит? Да. Нет. Ну, вот она у вас на балкон выходит, там под иконик. Нет, 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 нет. Видите ли, в чём дело. Я, любые какие-то интимные контакты с противоположным полом, они просто исключены и контролируемы мною. И я ведь знаю, что происходит вне нашего дома. И поэтому случайные связи просто исключены, поверьте, доктор. Поэтому я здесь. То есть, вы хотите сказать, что ваша кошка с кем не встречается и при этом два раза в год рожает котят? Увы. Это феномен какой-то, извините. Да. Ну, давайте, я жду, посмотрю. Милости прошу. Айти, 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 айти. Слушайте, ну, я не могу понять, в чём дело. Ну, совершенно нормальная кошка, никакой аномалии. Я не знаю, как это происходит, я не знаю. Я не знаю. Такая беда. Айти, айти. Что? Айти, 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 айти. А этот кошак тоже у вас живёт? Конечно. Так что же вы хотите? Вы ещё спрашиваете, откуда у него котята? Как же вы могли подумать, доктор? Это её родной брат. Выпьем за здоровье. И если все мы будем здоровы, то не понадобятся нам пухлые истории болезни и их толкователи, и больше никогда не получится у нас прикол, который мы сняли с помощью нашего друга, артиста Виктора Сухорукова. Будем здоровы. Прочтите мне эту бумажку. Садись, я с вами сяду. Садись, помоги. У меня история болезни, а я стащил её. Иди читайте. Вот отсюда. Прочтите вот здесь. Жалобы. Кстати, черепно-высковой травмы. Получили 23 февраля сего года. У больного начались резкие изменения здоровья и поведения. Неконтролируемый ночной и двойной инурез, дневной, метеорит, ботливый. Минурез, что такое минурез? Не знаю, ухудшение зрения. А метеорит? Ухудшение зрения. Повышенная агрессивность, как средство востних с алкогольной зависимости, провалы в памяти. Наблюдение специалистов. Наблюдение. В результате проведенных тестов и бесед можно делать... Как они меня треугольники заставляли рисовать. Состояние агрессивности и приступ ярости начинается с обильной зевоты. Даже при лёгком обвинении становится неконтролируемым, агрессивным и опасным. Рекомендации. Подлежит мне медленной госпитализации. Куда же? В результате честной травмы, полученной 23 февраля сего года, 23 февраля, понимаете, какая мистика? А вы говорите, Бога нету. У больного начались резкие изменения здоровья и поведения. Неконтролируемый ночной и дневной энеррес... А что такое энеррес? Энеррес? Что такое? Это у бабушки, спросите. Бабушки, что такое энеррес? А откуда лежали? И пришли волхвы с востока и говорят, где здесь родившийся царь иудейский? А вот моя голова-то, вот. Ну ясно, но он был не в белой шапочке. Аминь. Состояние агрессивности и переступы ярица начинается с обильной зелотой. Даже при легком обвинении становится неконтролируемо агрессивным и опасным. И рекомендации подлежит немедленной госпитализации. Начальник 2-го отделения военный врач-полковник Левер и Эл. Все. Спасибо. Они мне там явно что-то махинируют. У больного начались резкие изменения здоровья и поведения. Неконтролируемый ночной и дневной ингресс. Обсыкаешься. Обсыкаешься? Да, метеоризм. А метеоризм еще такое? Метеоризм. Быстробие. Потливость, ухудшение зрения. Ага. Повышенная агрессивность, как следствие возникшая алкогольная зависимость, провалы в памяти. Вот что тебе написали. Агрессивен ты, убивать тебя нахуй. За что? Что тут не было агрессивности? Сейчас давайте выпьем просто за спокойную ночь. Только не проспите свое счастье. Лучше. Извольте объяснить, что вы делаете в моей постели в столь позднее время. А, Ржевский? Я, ваше превосходительство, ничего здесь не делаю. Что значит делаю? Я вам сьюсь. Это сон. Это страшный сон. Сон. Странно. Вторую неделю. Один и тот же шланг. На нашу улицу в Тридома, где все просто и знакомо на денек. Где без спроса входят в гости, где нет зависти и злости. Милый дом, где рождение справляют и навеки провожают всем двором. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok